Пожалуйста, какова ситуация на сегодняшний день у нас в республике? Значит, вчера, 27 числа, у нас по территории республики прошел сильный ураганный ветер. Порывы достигали порядка 30 метров в секунду. На сегодняшнее утро у нас 14 населенных пунктов, но остаются без электроснабжения, но работы идут, на сегодняшний день очень хорошо работают у нас бригады по восстановлению. В течение дня количество их будет возрастать и доведется до 35 бригад. Планируемое время восстановления 15 часов всего. Скажите, пожалуйста, вчера работали в усиленном режиме, выезжали, вот мы знаем, что, в Верхняя Яшковская санаторная школа. Да, значит, там произошло срыв кровли шиферной на площадь 21 квадратный метр. Детей стационарных там нет, проживают в общежитии. Это было в общежитии срыв кровли, значит, проживает только обслуживающий персонал. Но на сегодняшний день, значит, руководство объекта вопрос решает, определяется подрядная организация, проводится калькуляция и крыша кровли будет восстановлена, установлена порядка. Что с главой сейчас обсуждали вопрос, он дал все указания. Все должно быть восстановлено в кратчайшие сроки. Но по прогнозам, допустим, метеорологов, сегодня будет такой ветер? Нет, ветер вчера уже к вечеру стих, к вечеру стих, и идет понижение температуры. Поэтому таких порывов ветра возникают при резком снижении температуры. Или с плюса на минус, или с минуса на плюс. Вот это у нас сейчас происходит с погодой, поэтому этот ураган прошел. Спасибо. Виктор Федорович, скажите, пожалуйста, вот сегодня глава дал поручение, чтобы устранили все те неполадки, которые случились в ходе порывов ветра сильного. Скажите, будет ли это все выполнить? Да, на сегодняшний день филиал Коммунерго работает в режиме РПГ, это режим повышенной готовности, и со вчерашних 13.30 по усилению ветра. Значит, за вчерашний день установление произошло определенное. На сегодня у нас осталось 14 населенных пунктов, которые сейчас без напряжения находятся. Но бригады работают и всю ночь работали. С утра начали работать уже по восстановлению распредсетий 10 килоуэль. Поэтому крайний срок восстановления, это 15 часов, то, о чем сейчас было должное в главе. Значит, я думаю, что те бригады, которые у нас на сегодня работают, они обеспечат выполнение той задачи, которая перед ними поставлена. Значит, мы работаем в режиме повышенной готовности, поэтому восстановление будет обеспечено. Скажите, пожалуйста, больше всего населенных пунктов где повреждены и остались без света? Это где? В Волесте или в Черноземельском? Нет. Это, значит, у нас шквалистый ветер прошел по границе. Яшелта, Гордовиковск, Приютная, Кейбору, Яшкуль и Черноземельск. Вот по этим населенным пунктам, или по этим районам, скажем так, есть населенные пункты, которые на сегодняшний день обесточены. Ну и неполадки будут устремлены? Конечно. 15 часов все будет восстановлено. Спасибо. Можно все это? Так, что должен.